МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на восьмом, а это значит в ближайшие полчаса все о главных событиях и жизни Владивостока. В студии Максим Дудников. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Два ЧП сразу. Уходящая неделя во Владивостоке выдалась неспокойной, особенно для учителей, школьников и родителей. Раскрыт потенциал. Воспитанники на Ходкинской колонии сегодня могут не только получить образование, но и все шансы нормально устроить свою будущую жизнь. Несмотря на то, что они приступили закон, они все еще остаются детьми. Студенчество России отмечает свой праздник Татьянин День. Праздничную службу провели по традиции в храме Святой Татьяны. Святая ученица, праздник Татьяны, молебога. Также в выпуске. Педагогов Владивостока ждет перерасчет зарплаты. И еще расскажем. Новый круизный сезон в Приморье стартует уже в марте и обещает быть очень насыщенным. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Власти региона предприняли шаги для сохранения лесных богатств края. На обсуждение федеральных властей администрация Приморья вынесет инициативу о введении стопроцентных заградительных пошлин на экспорт дуба-кругляка. На сегодняшний день на необработанные лесоматериалы из дуба установлена ставка пошлины 20% от таможенной стоимости. Повышение пошлины поможет сохранить ценную породу дерева в крае, оставив ее переработку на приморских предприятиях. Об этом заявил губернатор Олег Кожемяка на встрече с руководителями лесопромышленных предприятий края. Сегодня приморский дуб зачастую идет в качестве кондиционного материала на лесопилке. Такие пилорамы существуют для того, чтобы легализовать незаконный вывоз ценного дерева. Глава региона также отметил, что это не приносит пользы ни государству, ни природе, ни жителям, так как идет масштабная вырубка ценной для корма копытных лесной породы. Предприятий для переработки древесины в Приморье сегодня достаточно. Зачастую они испытывают недостаток сырья, так как немалая часть рубленого леса идет на экспорт. Еще одна инициатива касается восстановления лесов. Арендаторов лесных участков в Приморье обяжут сажать не менее пяти деревьев ценных пород, а это дуб, ясень и кедр взамен одного срубленного. Сейчас идет процесс заключения с лесопользователями договоров аренды сроком до 49 лет взамен закончившихся. В них пропишут обязанность компании оперативно тушить лесные пожары и активно проводить лесовосстановление. Будут отработаны с вами соглашения, по которым каждый лесопользователь обязан будет взамен того объема, который он использовал для вырубки, высаживать лесные насаждения. Коэффициент мы сопоставим, сколько это будет за каждый дуб, сколько это будет за каждый ясень. Мы будем смотреть, контролировать, сколько взамен вырубленных деревьев на ваших участках высажены саженцев, с тем, чтобы мы понимали, что идет восполнение. Отдельно в соглашениях пропишут охранные меры для липы. В Приморье по документам ежегодно врубается около 170 тысяч кубометров, а вывозится за границу, по данным таможни, около 900 тысяч кубометров. Налицо факты превышения разрешенных объемов рубки и контрабанды. В Приморье уже определено около 50 тысяч гектаров, на которых рубка этого дерева запрещена. Следующей мерой станет запрет на вырубку в местах сезонного промысла меда. Специалисты отобрали пробы для анализа на ящер на крупном свинокомплексе в Приморье, где содержится 50 тысяч животных. К слову, предприятие расположено в нескольких километрах от свинокомплекса в селе Прохоры, где ранее ящер уже был выявлен. Через пару дней будут получены результаты проб. Также сообщается, что все мероприятия при ликвидации очага ящура направлены на разрыв хозяйственных связей, дезинфекцию, уничтожение восприимчивого поголовья в очаге. Ранее сообщалось, что на свинокомплексе на территории Григорьевского сельского поселения Михайловского района и в селе Прохоры Спасского района из-за заболевания скота ящуром введен режим ЧАЭС. Установлены круглосуточные карантинные посты, проводится забой и уничтожение заболевших и павших животных. После вспышек ящура следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения ветеринарных правил. Уходящая неделя во Владивостоке выдалась неспокойной, особенно для учителей, школьников и родителей. В городе произошло сразу два ЧП. В среду сообщение о заминировании поступило в ряд объектов города, в том числе и в десятки школ, а в четверг произошел пожар в школе номер 33. В обоих случаях имела место эвакуация школьников. Справились ли ответственные ведомства? Что вызвало нарекания родителей? В теме недели расскажет Дмитрий Беломестнов. Сегодня школа номер 68, как и другие школы города Владивостока, работает, что называется, в штатном режиме. А вот в минувшую среду учителям, ученикам и родителям десятков школ города, в том числе и этой, пришлось изрядно поволноваться. На электронную почту сразу нескольких социальных учреждений и ведомств края поступили письма с сообщением о том, что в здании находится бомба. В числе объектов, получивших такое предупреждение, десятки школ, а также больницы, администрация Приморского края, ряд торговых центров и ведомств. Авторы писем были убедительны. Наверняка слышали о взрывах в Магнитогорске. Так вот, теперь очередь дошла до вашего города. Мы установили несколько взрывных устройств по всему городу. А именно, это может быть любое общественное место. Время даем до захода солнца. Как стемнеет, датчики света активируют бомбы. Нам терять нечего, а у вас есть родные. В городе прошли массовые эвакуации. Специальные подразделения МВД, ФСБ и МЧС проверили помещения. Департамент по координации правоохранительной деятельности края оперативно откликнулся на ситуацию. Проводится исчерпывающий комплекс мероприятий по обеспечению безопасности населения. Вопросов, поводов для паники населения нет. Как правило, эти действия совершаются из хулиганских побуждений. Современные средства телекоммуникации позволяют отправить эти сообщения из территории, в том числе других государств. В текущий момент проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности злоумышленников. Ранее похожая ситуация с ложными сообщениями о минировании произошла в Магнитогорске после обрушения подъезда многоэтажки. Граждан просили не поддаваться на провокации. В администрации Приморского края отметили, что аналогичная ситуация произошла в Петропавловске-Камчатском. Представители региональной власти сообщили, что угрозы населению края нет и все же попросили проявлять бдительность. МВД уверило, что тревога ложная. В полицию поступили сообщения о якобы существующей угрозе для ряда объектов во Владивостоке. Информация проверена и подтверждения не нашла. В настоящее время принимаются меры по установлению лица, совершившего заведомо ложное сообщение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Напомню, что санкция статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет. В эвакуированных школах первые смены были распущены по домам. Тех, кого не забрали родители, разместили в ближайших магазинах и учреждениях. Ребенок рассказал, что ни сирены, ничего не было в школе. Просто потихоньку зашел один учитель, попросил выйти их учителя. И потом учитель сказал, что одеваемся, собираемся и выходим на улицу. Вывели детей не через главный вход, а через запасной, который был ближе. И о том, что какая-то бомба или взрывное устройство, они уже узнали на улице. Однако повезло так по отзывам родителей далеко не всем. Под серьезные сомнения были поставлены организаторские способности преподавательского состава некоторых школ и умение действовать в чрезвычайной ситуации. Я после экстренного звонка пришел в школу за ребенком, первокласской. Там было еще пару десятков детей из нашего класса, в куртках, но без портфелей. Но учительницы уже не было. Дети сказали, что она ушла домой. Кстати, директора тоже на месте не оказалось. Видимо, все разошлись по домам, раз делать нечего в школе. Я первое время от шока просто не мог ничего сказать. Как это? Бросить детей? У детей остались телефоны в раздевалках и ключи от дома. Их эвакуировали. Детей отправляют домой кто в чем, без ключей и телефонов. Родители на работах. Куда им идти? И вот буквально на следующий день новое ЧП, словно проверяя на прочность школьников и учителей Владивостока, загорелась школа номер 33 на Сахалинской. Спасатели прибыли оперативно. По прибытию первого подразделения в 13 часов 8 минут было установлено, что из центрального хода, где мы сейчас находимся, в школе, идет дым и проводится эвакуация учащихся силами преподавательского состава. По прибытию остальных подразделений и первое подразделение сразу было организовано оказание помощи преподавателям в эвакуации детей. Всего было эвакуировано 315 человек, из них 285 детей. И однако снова нарушение. Хозяйственный хлам не там, где положено. Замки на запасных выходах. И снесенные с петель двери, которые дети пытались сами открыть, чтобы выйти. Это было примерно 12.50, может, час уже. Сидели на уроке, услышали запах дыма. После чего кто-то из учителей, находящихся в реквариации, сказал то, что пожар. После чего нас начали эвакуировать из школы, выбежали в эвакуационный выход, после чего была дверь закрыта. Ее пришлось было выбивать. Очень много паники, дети плакали, кричали. Выбивали дверь, сначала пришли еще родители, некоторые учеников помогали выбивать. Приходили и со столовой работники помогали нам. Прокуратура уже вынесла свой вердикт. К аварийному выходу в школе не было свободного доступа. По информации представителя школы, горели картонные коробки, в которых находились люминесцентные лампы для утилизации. Должны были управление выделить определенное место, куда мы должны были эти все лампы складировать, со всех школ, с нескольких, для того, чтобы потом утилизировать их. Эвакуационные выходы были не заперты, они просто туго открывались. И поэтому произошла паника, и дети начали ломиться, и погнули шпингалет. И тем не менее, нет худа без добра. Есть в этих случаях и полезный момент. Они показали, что обеспечение безопасности детей в случаях ЧС во Владивостоке – это слабое звено, и ответственным ведомствам есть над чем работать. Некоторые информационные ресурсы оценили ситуацию довольно жестко. Теперь все воочию убедились, что учения с эвакуацией, которые периодически проводятся в школах, являются ничем иным, как откровенной показухой. Плохо сработали все службы и ответственные лица. Как поясняют спасатели, в разных ситуациях командуют на месте и в том числе помогают организовывать эвакуацию разные ведомства. По первому случаю, по поводу ЧП, когда во всех школах, в некоторых центрах была эвакуация, какие-то ситуации были, то, конечно же, все, что связано не с пожаром, не с чрезвычайной ситуацией, типа пожарными, то, конечно же, там уже основными структурами у нас руководят силовые структуры ведомства. Это, конечно, ВВД, ФСБ. Мы уже, как, допустим, сотрудники скорой помощи, пожарные охраны, мы пребываем уже, как и находимся, грубо говоря, в их распоряжении по основным некоторым моментам. Во втором случае, это в случае возникновения пожара, конечно же, первым приезжают спасатели, но на момент уже приезда пожарных люди должны эвакуироваться. То есть дальше идет уже, как бы, процесс спасения людей, да? При этом основное бремя ответственности при эвакуации из школ ложится все-таки на преподавательский состав. Основная трудность, что это все-таки дети. И они подвержены, более подвержены панике, более подвержены каким-то, скажем так, действиям, которые на них могут повлиять со стороны, да, там где-то. И тем самым основная задача, конечно, ложится у нас на преподавательский состав, который у нас должен сохранять спокойствие и выводить детей из здания. И не забывать о том, что количество детей должно быть учтено. В первую очередь, при поступлении сигнала тревоги, у нас получается преподаватель, убедивший, что все на месте. Если все на месте, то он должен непосредственно принять меры, да, к вызову данного ребенка. Почему, когда ребенок опрашивается, куда там, в туалет или там, как бы, ну, в процессе, да, урока, там каким-то преподаватель должен знать, куда он пошел, как там, либо сопровождающий. То есть всей информацией он должен владеть, всех успокоить и начинать эвакуацию детей. То есть быстро, но спокойно. Главное, первое, конечно, это наш враг – паника и дым. И дальше они уже ближайшее заведение, да, либо учебное, как правило, у нас рядом расположены детские сады, да, в нашей местности. Туда можно расположить детей. То есть у нас в первую очередь, первая задача эвакуации – это спасение людей, а не имущество. То есть в первую очередь идут дети, люди. Важно отметить, что оперативно вывести из здания большое количество людей, а тем более детей, задача непростая, ведь ученики на занятиях находятся без верхней одежды, в сменой обуви. И здесь преподавательский состав должен проявить, что называется, мудрость змеи и отвагу льва. Если, как бы, нету не теплой одежды с собой детей, да, чтобы подеться, да, непосредственно, не надо тратить на это время, потому что его не хватит. То есть если брать в учет, то у нас по всем нашим учебникам первый опасный фактор – это дым. А без дыма, без вулкислорода мы дышать можем очень короткое время. То есть, особенно в условиях паники, когда увеличивается ихцебиение, в движении, да, там поглощение кислорода идет тем больше, и, то есть, непосредственно надо сначала всех вывести, и дальше уже идет обогрев, это путем размещения в соседних зданиях. Как показывает время, ситуации, схожие с теми, что произошли на неделе во Владивостоке, не первые и не последние. И как правильно себя вести в таких случаях должны знать не только спасатели, но и преподаватели, родители и сами дети. А представители МЧС, в свою очередь, гарантируют всемирную помощь, как в теории, так и на практике. Ведь, как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Дмитрий Беломестнов, Екатерина Матвеева, Алексей Заровный, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом. Тем временем в администрации Владивостока сообщили, что в школах и детских садах города усилят проверки пожарной безопасности. Особое внимание будет уделено наличию средств пожаротушения, исправности автоматической пожарной системы, готовности персонала к чрезвычайной ситуации, состоянию эвакуационных путей. Заработная плата педагогов Владивостока существенно увеличится. Это связано с распоряжением губернатора Приморья Олега Кожемяка повысить заработные платы учителям. Повышение произошло с 1 января текущего года. Постановление специалисты подготовят до конца февраля. После этого всем педагогам города будет сделан перерасчет и выплачены дополнительные денежные средства. Подробнее о повышении можно узнать в приказе Департамента образования и науки Приморского края от 7 декабря 2018 года. Жители Владивостока приглашают обсудить вопрос ремонта и дальнейшего использования здания школы номер 55 на Снеговой 35. Общественные обсуждения пройдут в актовом зале школы номер 82 по улицу Адмирала Горшкова 26 28 января в 16 часов. Напомним, школа номер 55 была закрыта еще в 2012 году. Тогда учеников в ней было очень мало, так как многие родители предпочли перевести детей в современную и недавно открытую школу в Снеговой паде. Далее вопрос открытия школы прозвучал на прямой линии с президентом России, после чего на официальном сайте Кремля появилось поручение Владимира Путина проработать этот вопрос и проанализировать сложившуюся ситуацию. Специалисты мэрии провели мониторинг, поговорили с местными жителями, провели подсчет всех детей, которые родились в микрорайоне в последние годы, а также осмотрели здания и наметили примерный план работ по ремонту. Отметим также, что предложения и замечания можно высказать заранее. Физические лица могут направить их в управление по работе с обращениями граждан администрации Владивостока, юридически в управление дела производства администрации города, а также оставить на сайте администрации в разделе «Интернет-приемная». Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой... В детском саду номер 26 прошел благотворительный концерт в помощь детям с онкогематологическими заболеваниями. Студенчество России отмечает свой праздник «Татьянин день». Праздничную службу провели по традиции в храме Святой Татьяны. Новый круизный сезон в Приморье стартует уже в марте и обещает быть очень насыщенным. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра САНОС – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложные диагностируемые повреждения. Травмпункт медицинского центра САНОС. Мы заботимся о вашем здоровье. В студии Максим Дудников и мы продолжаем. В детском саду номер 26 прошел благотворительный концерт в помощь детям с онкогематологическими заболеваниями. Студенчество России отмечает свой праздник «Татьянин день». Праздничную службу провели по традиции в храме Святой Татьяны. Новый круизный сезон в Приморье стартует уже в марте и обещает быть очень насыщенным. Сегодня в Находкинской воспитательной колонии, которая находится в поселке Врангель, находится 46 мальчишек от 14 до 18 лет. Это в 10 раз меньше, чем 15 лет назад. В колонии ведется активная деятельность по перевоспитанию ребят. Они могут не только закончить школу и получить профессиональное образование, но и имеют все шансы нормально устроить свою будущую жизнь. Тему продолжит Светлана Садовая. Кражи, насилие, распространение употребления наркотиков и даже убийства. В Находкинской воспитательной колонии для несовершеннолетних сегодня отбывает наказание 46 подростков со всего Дальнего Востока. Несмотря на юный возраст, от 14 до 18 лет эти ребята преступники. Многие из них отсюда направятся во взрослые колонии. Но для сотрудников они дети, которых надо перевоспитать, многим вернуть веру в нормальную жизнь и выпустить на волю людьми, которые не совершат преступления вновь. Несмотря на то, что они преступили закон, они все еще остаются детьми. И все мероприятия им, конечно, интересны. Потому что мы стараемся сделать не простую лекцию, а в виде диспута. То есть не просто прочитать им приказ, а обсудить его. То есть выслушать их мнение, рассказать, как это действует в норме права. Если физкультурно-спортивные, ну, мальчишки, они всегда интересовались спортом. Здесь достаточно много спортивных мероприятий. И, конечно, это им все интересно. Артему 18 лет. В феврале он освободится условно-досрочно. За примерное поведение, участие в общественной жизни, отличную учебу сегодня парень находится в колонии на льготных условиях. Живет не за решеткой в отряде, а в отдельном помещении. Может свободно передвигаться за пределами колонии и даже ходить в местный магазин. Вообще, начиная с детства, у меня нету отца. Я его даже не видел. Он бросил нас, когда мама была еще беременна. И всю жизнь меня мама растила одна. Ну, с моей бабушкой и с дедушкой у нас отношения плохие. Так что, ну, в основном мы живем вдвоем. Все время практически она проводила на работе, чтобы я мог ходить учиться, одеваться, кормить. И себе я особо дорогого ничего не мог позволить. И из-за этого я решил пойти на незаконный заработок, чтобы помочь маме, ну, и себе. Ну, все это обернулось против меня. Я сейчас об этом очень сильно сожалею. И всем хочу сказать, что не надо вести незаконные деятельности. Многие здешние ребята только в колонии узнали, что такое нормальная жизнь, говорит местный психолог Анна Максакова. 99% подростков с трудной судьбой пьющие родители хроническое безденежье. Ребята поступают сюда не только несоциализированными. Многие с расстройствами психики. Некоторые не умеют даже читать и писать. Отсюда и преступления. Я получил тут образование. Пойдем в строечную работу. Дальше больше моря. Какое образование получишь? Слесарь, инструментальщик. Моря там. Приду машиной, дом, семья. Все как у людей, все будет нормально. Ну, я все уверен. Задача, которую ставят перед собой сотрудники, в первую очередь показать, что есть другая жизнь. Где можно и нужно посещать школу, заниматься спортом, музыкой, шахматами. Даже оступившись в юности, впереди можно иметь большое будущее, уверяют своих подростков, учителя, воспитатели и психологи. Есть такие ребята, у которых все, в принципе, успешно складывается. Они выходят на свободу. Если, тем более, семья помогает и поддерживает, то, в принципе, есть все шансы успешно адаптироваться и хорошо устроить свою жизнь. Удачно. И такая воспитательная практика успешно работает. Лимит на Ходкинской воспитательной колонии почти 500 человек. Еще 15 лет назад она была заполнена. Основной задачей нашего учреждения является адаптация для совершеннолетних. Поэтому колония называется не исправительной, а воспитательной. Где целью является обучение воспитанников, получение ими первоначального профессионального образования, общего образования, чтобы в дальнейшем они более улучшены, адаптировались в обществе. Выйдя из колонии на свободу, эти ребята смогут устроиться на работу. Здесь они получают среднее профессиональное образование по 14 специальностям. Штукатур, каменщик, электросварщик, пекарь, швея, раскрощик, маляр и многим другим, включая оператора ЭВМ. Исковерканное детство исправить нельзя, говорят сотрудники колонии. Но перевоспитать малолетнего преступника и сделать его законопослушным гражданином вполне возможно. Светлана Садовая, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом. Благотворительный концерт в помощь детям с онкогематологическими заболеваниями прошел в детском саду номер 26 в рамках акции «Рождественские чудеса». Акцию проводит фонд «Сохрани жизнь» вместе с педагогическим составом дошкольного образовательного учреждения. А в программу мероприятия вошли не только развлекательные номера, но и вкусные угощения. Все подробности у моего коллеги Евгения Черемухина. Новогодние и рождественские утренники давно прошли, однако в одном из детских садов Приморской столицы все еще стоит елка, а зал украшен игрушками и полон не только собравшимися детьми, но и их родителями. Виновники торжества – педагогический состав детсада, которые подготовили целую концертную и развлекательную программу под названием «Свет души». Что же это такое и зачем нужно, мы узнали у заведующего учреждения. Он направлен на оказание помощи детям с онкогематологическими заболеваниями. И цель нашего проекта – оказать адресную помощь детям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Воспитатели детского сада номер 26, который и стал площадкой для мероприятия, оказались по-настоящему изобретательными и творческими. Они сумели поставить целое рождественское представление, использовав по максимуму способности дошкольников, да еще и по мотивам сказки Гоффмана «Щелкунчик» и «Мышиный король». Костюмы, вокальные представления, танцы и, главное, грамотно подданная мораль, творите добро – все это стало частью концерта. Впрочем, в представлении приняли участие не только сотрудники детского сада и детвора. Это наши родители, естественно, наши воспитанники, социальные партнеры группы «Акварелька». Сегодня пришли и порадовали нас своими выступлениями. Оказалось, что мероприятие «Свет души» состоит сразу из нескольких частей. И концерт по мотивам «Щелкунчика» – лишь первая из них. Далее последовал мастер-класс, где дети вместе с родителями могли поупражняться в искусстве аппликации. А в спортивном зале детсада всех уже поджидали горячие пирожки, булочки и пирожные. Все приготовлено родителями воспитанников. А вырученные с продажи угощений деньги пойдут на благотворительность. Кроме того, на первом этаже любой желающему купить поделки, выполненные детьми, а также их родителями, для которых творить добро – не пустые слова. Евгений Черемухин, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. А тем временем студенчество России отмечает свой праздник Татьянин день. Как его встретили студенты ДВФУ и какова история покровительницы учащейся молодежи святой мученицы Татьяны, расскажет моя коллега Анна Бережная. Для студентов ДВФУ этот день начался с праздничной службы в честь их покровительницы. Многие на богослужении впервые. Настоятель храма святой Татьяны, отец Максим, поведал историю мученицы. Многие считают ее ошибочно только покровительницей студенчества. Я скажу вам, что это не так. Она не только покровительница студенчества, она покровительница всей молодежи. Свой великий подвиг по современному летоисчислению Татьяна совершила 25 января 226 года от Рождества Христова. В те времена по одному лишь подозрению христианской вере человека подвергали пыткам, а в случае ее признания – смерти. Татьяну, которой было 25 лет, схватили и привели в храм языческого бога Аполлона. И, как и многих единоверцев, принуждали совершить жертвоприношение идолу. Но девушка с пламенной молитвой обратилась ко Христу, и земля поколебалась. Идол на глазах у изумленных жрецов разрушился, а часть храма обвалилась. Никакие страшные пытки, никакие страшные мучения, ни ласки, ни уговоры, ничто не смогло ее заставить отречься от ее любимого Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Храм святой мученицы Татьяны во Владивостоке построили в 2000 году. Участие в его создании принимали студенты и преподаватели тогда еще Дальневосточного государственного технического университета. Позже к часовне пристроили алтарь, и в престольный праздник 25 января 2004 года в Татьянинском храме совершили первую божественную литургию. В храме-часовне хранится святыня. В ней частица святых мощей. Это великая святыня церкви. Это из святыни, вдумайтесь в цифру, 1750 лет. Это частица правильной руки святой мученицы Татьяны. В конце службы отец Максим еще раз поздравил студентов с праздником и подарил иконы святой мученицы Татьяны. Вы как студенты, как молодежь, это ваша небесная покровительница. Поэтому примите всегда в честь праздника. Подарки своим студентам подготовили и в Дальневосточном федеральном университете. Фестиваль мудрых игр, а также праздник с конкурсами, интерактивными площадками, выступлениями лучших творческих коллективов и регги-группы «Марлины». Хочу пожелать в первую очередь сдать сессию, потому что сейчас сессия идет, но только на отлично, на хорошо. Да, желаю, чтобы сессию закрыли хорошо, да и быстрее домой уехали. Сдать хорошо экзамены, закрыть хорошо сессию, вернуться домой, обрадовать родителей. Студенты дерзайте, ставьте цели, выполняйте и устройте карьеру, не проживайте жизнь просто впустую. Анна Бережная, Сергей Тулатиев, Новости на Восьмом. Туристка-информационный центр Приморского края совместно с Японским центром запускает образовательную программу подготовки гидов-переводчиков и экскурсоводов для японских туристов. Пробное занятие уже состоялось 20 января в Японском центре. Его посетили 42 человека, среди которых практикующие, а также молодые начинающие гиды, студенты, туроператоры, которые пришли понять специфику работы и краеведы. Полный курс обучения можно будет пройти с февраля по марта. Первое занятие состоится уже 10 февраля. К слову, несколько проектов, направленных на улучшение квалификации гидов-переводчиков и экскурсоводов региона, уже были реализованы ранее. Наиболее успешный опыт – это добровольная аттестация, которую прошли 44 человека. Также разработана программа экскурсий для корейских круизных пассажиров и проведена подготовка соответствующих специалистов совместно с Дальневосточным федеральным университетом и туроператорами. В этом году подобная инициатива будет реализована совместно с Японским центром, Российским географическим обществом, Российским союзом туриндустрии и приморскими туроператорами. Как сообщили во Владивостокском морском терминале, новый круизный сезон в крае обещает быть очень насыщенным. Он стартует уже в марте и продлится до конца октября. Первым регион посетит лайнер «Альбатрос», путешествующий под флагом Багамских островов. В целом же в этом году круизные суда причалят к приморским берегам как минимум 16 раз. Ожидается прибытие как уже известных приморцев, лайнеров, так и новичков. Например, в апреле и мае край трижды посетит хорошо знакомая нашим жителям Коста Неоромантика. В мае, сентябре и октябре пять раз зайдет Коста Сирена. Мы снова встретим сюда Ocean Dream и Diamond Princess. Впервые же в крае побывают голландцы Маздам и Вестердам. Сообщается также, что в этом году Владивосток вернет себе статус «Порта начала и окончания круизов». Местные жители смогут купить билеты и отправиться в круизное путешествие прямо из родного города. Напомним, круизный туризм – одно из наиболее перспективных направлений развития туристской отрасли Приморского края. В прошлом году познакомиться с регионом смогли 13,5 тысяч иностранных гостей. Далее о спорте. В Приморском крае стартовала всероссийская акция «Отцовский патруль. Мы готовы», которая в этом году будет проходить во всех субъектах России. Мероприятие состоялось на базе в ГУЭС и спорткомплекса «Чемпион». В нем приняли участие родители с детьми из Владивостока, Артема и Уссурийска. А вот все подробности расскажет нам Дмитрий Беломеснов. Отцы на своем примере показывают детям, как важно заниматься спортом. Во Владивостоке стартовала всероссийская акция «Отцовский патруль. Мы готовы». Участники смогли попробовать себя в нескольких видах испытаний комплекса ГТО. Прыжках в длину с места, отжимании от пола, поднимании туловища и с положения лежа на спине. В принципе, те испытания, которые каждый человек должен, по идее, выполнять, если он держит свою физическую форму. Акция нацелена на привлечение к занятиям физической культуры и спортом, а также выполнение нормативов комплекса ГТО родителей вместе с детьми. Поэтому на тестирование приходили целыми семьями. Пропагандируем здоровый образ жизни и спортивное настроение среди наших членов, нашей семьи. Тренируемся сами. Норму ГТО решил для начала сдать для себя. Также семья моя меня поддержала. Все результаты судьи внесли в протоколы. Они смогут быть зачтены при дальнейшем выполнении нормативов комплекса ГТО на знак отличия. Вроде бы все сдал нормативы по показателям. Все на золотую медаль даже больше. Хожу в тренажерный зал, поэтому как бы особо не напрягался. Ну вот с прессом что-то вот прямо вот еле-еле сделал. Конечно, чуть побольше, там на пару раз, чем прописано вот на золотую медаль. Ну, с трудом удалось. Это очень трудно. В рамках акции «Отцовский патруль» в Приморском крае будут организованы мероприятия различного формата для популяризации занятия физкультурой и спортом родителей совместно с детьми. Также в начале марта во Владивостоке впервые пройдет физкультурно-спортивный фестиваль ГТО среди отцов. Возрастной категории от 30 до 49 лет. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный. Новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Уходящая неделя во Владивостоке выдалась неспокойной, особенно для учителей, школьников и родителей. В администрации города сообщают, что в школах и детских садах города будут усилены проверки пожарной безопасности, особое внимание и готовность персонала к чрезвычайной ситуации. Инициативу о введении стопроцентных заградительных пошлин на экспорт дуба Кругляка вынесет на обсуждение федеральных властей администрация Приморья. Губернатор Приморья Олег Кожемяка распорядился повысить заработные платы учителям. Восстановление специалисты подготовят до конца февраля. Всем педагогам города будут выплачены дополнительные денежные средства. В рамках акции «Рождественские чудеса» в детском саду номер 26 прошел благотворительный концерт в помощь детям с онкогематологическими заболеваниями. Студенчество России отмечает свой праздник «Татьянин день». Праздничную службу провели по традиции в храме Святой Татьяны. Во Владивостоке стартовала всероссийская акция «Отцовский патруль. Мы готовы». Отцы на своем примере показывают детям, как важно заниматься спортом. А на сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте на WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. Тренировочный день четырех краснокнижных тигрят попал на видео в Приморском нацпарке. Фотоловушка впервые зафиксировала сразу четырех маленьких детенышей краснокнижной кошки, которые показали свою привычную жизнь, полную исследований, игр и безмятешного отдыха. Во время незатейливых игр котята выяснили, кто из них главный, тренируя навыки борьбы и периодически меняясь ролями. Прыжок, бросок, укус, рык. В тигриных яслях в ход шли все приемы. На яркие моменты таежной жизни смотрим все вместе прямо сейчас и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. Меня зовут Максим Дудников. Увидимся на восьмом.